Заканчивается 2022 год. Худший год в истории постсоветской России. Главная его характеристика, помимо бесконечного ужаса, полный разрыв со всяким будущим. Весь год прошел под флагом аккуратного прислушивания к государству. Что оно там опять придумало и что с этим делать? Бежать, прятаться, закрываться. Что завтра? Новая статья до 15 лет сроку? Мобилизация, запрет, дискриминация? Кем завтра станет быть преступно? Кого увезут убивать? Кто станет вторым сортом? Это год, когда оптимисты планируют до выходных, а реалисты живут одним днем. Где нет слова «план», есть слово «фантазия». Это год, когда сделать ремонт в квартире летом и найти у подъезда миллион долларов. Это мечты примерно одного порядка. Где ты бронируешь стол на вечер, понимая, что твой следующий стол может быть уже в Тбилиси. Тем не менее, такое положение вещей слишком некомфортно для человеческого сознания. Людям хочется иметь, если не контроль, то хотя бы иллюзию контроля над своей жизнью. Поэтому люди продолжают о чем-то мечтать и чего-то хотят. Сегодня мы поговорим об этом не для того, чтобы снисходительно улыбнуться, а потому что планы и мечты, наши с вами, это неплохой градусник настроений и неплохая основа для прогноза. Я предлагаю вам небольшое путешествие во времени, чтобы подвести итоги года. Давайте перенесемся в ночь 31 декабря 2021 года и вспомним наши с вами желания. И поймем, сбылись ли они. И узнаем, а чего на самом деле хотели россияне и хотят сейчас. На улице уже темно, все подняли бокалы, секундная стрелка уже отсчитывает последнее деление. И вот первый удар. Главное желание у нас с вами в новогоднюю ночь это, конечно, счастье себе и близким. Из прошлого года в России даже увеличилось число людей, которые желают быть счастливым. Это вполне себе говорящий показатель. Но что для исполнения этого желания должно делать государство? Обеспечить людей работой с достойной зарплатой, возможности реализовывать свои желания, давать людям возможность творить. В общем, чтобы люди были уверены в своем будущем. И это одна из прямых обязанностей действительно эффективного государства. В интересах всей страны, чтобы граждане были счастливы. В конце концов, существует прямая связь между счастьем людей и показателем ВВП на душу населения. Чем счастливее граждане страны, тем они богаче. И наоборот. Однако российское государство работает в обратном направлении. И делает нас с вами буквально несчастнее. В России только за первое полугодие от 22-го года спрос на антидепрессанты подскочил больше, чем в полтора раза. Спрос на услуги психотерапевта вырос на 81%. Тяжелый год, как говорится. Чем нам точно запомнится 2022-й, так это рост уровня тревоги. На пиковых значениях, которые пришлись на период мобилизации, когда мы переживали, что будет с нашим мужем, ребенком, тревожные настроения были зафиксированы у 7 из 10 респондентов. Со стрессом в 22-м году наши с вами сограждане боролись с сладостями и вкусняшками. Мы чаще стали искать в интернете чипсы, сухарики, зефир, пастилу, мармелад, печенье, пряники и вафли. Специалисты объясняют такие цифры перееданием, которое часто превращается в способ борьбы со стрессом. В 3,5 раза чаще обычного россияне ищут в интернете успокоительные. Также выросло количество онлайн-запросов на предсказания, астрологические и по картам Таро. Будущее для россиян остается туманом. Вот многие решили обратиться хоть к таким средствам. Второе наше главное желание, которое каждый загадывает себе и своим близким на Новый год, это, конечно, здоровье. Ну и с ним в этом году не очень сложилось. После 24 февраля все сначала ломанулись в аптеке, опасаясь дефицита. Потом побежали к стоматологам, боясь подорожания лечения, ведь рубль падал с каждым часом, а все качественные материалы зарубежные. Врачи били тревогу, ведь три четверти медоборудования на нашем рынке импортное. В общем, ко всем проблемам с медициной в России добавились еще и новые. И это я даже не говорю про раненых и убитых россиян, которых мобилизовали и отправили на войну. Еще в прошлую новогоднюю ночь почти четверть респондентов хотели, чтобы в следующем году закончилась пандемия коронавируса. Что ж, про коронавирус мы и правда в основном забыли. Появились проблемы посложнее. Конечно, мы все загадываем что-то материальное, это нормально. В прошлом году 14% опрошенных сказали, что хотят поехать в путешествия. И что ж, с этим пунктом уже не все так однозначно. Возможно, в путешествия мы, конечно, и отправились, но совсем не в то, которое ожидали. Как говорится, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Вместо недельной поездки на рождественскую ярмарку в Европу или на пляж в Таиланд или Египет, многие россияне вынужденно уехали на постоянку в другие страны. Например, в Кыргызстан, Армению, Грузию и Казахстан. В панике, с пробками и многочасовым стоянием на границах, с билетами по цене крыла самолета. Так себе, конечно, путешествия. И как писал Милан Кундера, человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив. Прогнозы на туризм на следующий год тоже весьма туманные. Получить визу – целый квест. К тому же многие западные страны закрыли воздушное пространство для российских МВА-компаний. Поэтому теперь, чтобы попасть в условный Париж, в который раньше летел прямой из Шереметьево, придется составлять сложный маршрут с пересадками. Забронировать отель за рубежом тоже без проблем не получится. Карты, в общиной в России, не работают. Сервисы тоже сильно ограничены. Многие из нас загадали себе и покупку чего-то материального или какое-то действие. Я, например, загадывала «закончить ремонт». Вот и 20% россиян, что в прошлом году, что, кстати, и в этом, тоже мечтают о каком-нибудь действительно дорогом подарке для себя. Новые машины, квартиры, дача. Но в этом году с машинами не повезло. И на марки все поуходили, закрылись и производства. И в результате, кроме ладо и нескольких китайских производителей, типа Great Wall, ничего не осталось. А если и получится найти, ну, например, условный Volkswagen, то где его теперь чинить, где доставать запчасти? Все стало сильно сложнее. С покупкой квартиры, недвижимости тоже все сильно усложнилось. Так вышло, что даже с учетом общего падения цен на недвижимость в России, в 2022 году простой этого рынка достиг рекордного уровня. Две трети квартиры в новостройках остались нераспроданными. Сокращение зарплат, закрытие предприятий, инфляция, да и общая экономическая ситуация дорогую покупку для россиян не приблизили. Также из года в год постоянным нашим желанием остается высокая зарплата, да и в целом карьерные и личные достижения. Давайте посмотрим, стоит ли на это надеяться в 2023 году. Из заведенных после 24 февраля санкций в России просел импорт. Пострадала торговля, многие производства и магазины закрылись. Потом мобилизация и вызванная ею иммиграция ударила по спросу. Когда просто некому покупать дорогие товары, то зачем держать в магазин? Но сильнее всего от мобилизации пострадали на самом деле не глобурные бутики, а сельское хозяйство и строительство. По словам профессора МГУ Натальи Зубаревич, это из-за того, что активнее мобилизация проводилась как раз за пределами крупных городов. В городах поменьше, а там эти сферы как раз более развиты. Проблемой из-за мобилизации почувствовал и средний и малый бизнес. Рабочих, предпринимателей, сотрудников офисов просто выдергивали из обычной жизни на фронт. И бизнес вставал. Моего мужа забрали по мобилизации, причем незаконно. Проживаем в Смоленской области города Ярцево. Он в Москве, он находился на вахте. Многие потеряли работу, переехав в другую страну. Кого-то сократили или отправили в простой. Стали платить лишь часть зарплаты и лишили премии. Ужедшие из России бренды — это миллионы рабочих мест. Да, миллионы безработных в России не появилось. Экономика смогла частично адаптироваться к потрясениям. Но на высокую зарплату, которую мы с вами загадали в прошлом декабре, теперь рассчитывать не приходится. Напоследок я оставила самое интересное наше желание. В прошлую новогоднюю ночь десятая часть россиян загадывали год без катаклизмов и катастроф. Уже в прошлом декабре ведь в воздухе витало чувство какой-то тревожной неизвестности. Долетали новости о безрезультатных переговорах России с НАТО и США. Какие-то масштабные учения на границе с Украиной. Было ощущение, что надвигается что-то нехорошее. Только тогда было непонятно что. По соцопросам, в январе и уже этого года главным страхом россиян после болезни родственника была мировая война. Что любопытно, на третьем месте в рейтинге страхов оказалась боязнь произвола властей. И уже в феврале стало понятно, что страхам нашим суждено сбыться. Года без катастроф и катаклизмов не случилось. Весь год мы следим за сводками с фронта. Каждый день получаем информацию о количестве погибших, раненых, уехавших из страны, наблюдаем за ужесточением репрессивных законов. В этом году такое желание загадает уже треть россиян в три раза больше. Именно такую формулировку, видимо, одобрили для опроса. Но всем понятно, что за ней стоит. Как мы видим, никто в России в прошлом году не загадывал никаких геополитических побед, возврата мнивого величия. Кузькину мать не мечтал показывать. Не поднимал тостов за победы великие над выдуманным нацизмом. И в этом году тоже не собирается. Наоборот, все как хотели развитие себе и своей стране, мира и спокойствия, так и желают этого же в следующем году. В этом и есть эта вот новогодняя магия. Ведь наш список желаний – это идеальный и свободный от пропаганды и политики соцопрос. Тут никто не боится отвечать правду, и людям не навязывают правильные ответы. Вот и получается, что мы точно можем знать, чего хотят россияне. А хотят они совсем не того, что происходило в этом году, а ровно обратного. Конечно, в этом году праздник не тот, что был раньше. До боя курантов несколько дней, а половина россиян не чувствует приближения Нового года. Но третье – вообще одно желание. Хоть как-то дотянуть до праздников. Желание – это не единственный традиционный атрибут Нового года, который о многом может сказать в нашей стране. Например, какой Новый год без подарков? В этом году подарков будет меньше. На 8% больше людей вообще никому ничего не подарят. Да и сами подарки в этом году станут проще. Почти половина россиян назвала самым желанным подарком на Новый год просто деньги. Еще один интересный показатель. Резко выросло число тех, кто собирается подарить родным и близким поддержанные вещи. Просто денег нет на новые. В основном поддержанную технику – умные часы, планшеты, смартфон, ноутбуки. Ну, кстати, если не технику дарить, то что? Ну, обычно говорят, что книга – лучший подарок, и тут тоже есть интересные наблюдения в этом году. Помимо постоянного лидера российского топа продаж, романа Оруэлла «1984» и книги по саморазвитию «К себе нежно», которая вообще-то рассказывает о том, как справляться со стрессом и эмоциями, резко выросли продажи еще некоторых книг. Например, «Выбор о свободе и внутренней силы человека» – Эдит Ева Эггер. Вообще-то это мемуары о жизни в концлагере Аушвиц. Еще одна новая книга в топе – Виктор Франкла «Сказать жизни да». Тоже о жизни, о том, как выжить в концлагере. После начала мобилизации резко возрос интерес россиян книгам о Второй мировой войне и жизни в гитлеровской Германии. Ну, с подарками уже вышло туго. Может, хотя бы получится просто отвлечься и сходить в ближайший торговый центр, как-то отдохнуть. Сходить-то, конечно, получится, но вот поучаствовать в полноценном новогоднем шопинге уже сложнее. Половина магазинов закрыта, многие зарубежные бренды поуходили. Макдональдса, Кейдж, НДМ, Зара, Левайс – список можно продолжать просто бесконечно. Во многих кинотеатрах перед Новым годом не показывают мировые премьеры. Прокатные компании отозвали лицензии. Ну, Новый год – это все-таки стол, накрытый в кругу семьи, друзей и близких. Большинство россиян привыкли именно так проводить его – накрывать стол, звать всех. Но даже с этим в этом году возникают проблемы. Накрыть стол в этом году дороже, чем в прошлом. Самая бюджетная корзина продуктов на праздничный стол обойдется на 14% дороже – почти в 7000 рублей. А корзином подобротнее, соком, нарезкой дорогих сыров и колбас будет стоить на треть больше – почти 11000 рублей. И это расчет только на четырех человек. Сильнее всего рост цен виден на импортном алкоголе. Он подорожал почти в полтора раза. Да и найти его будет сложнее. Еще летом газеты писали об истощении запасов на складах. Та же самая история с Кока-Колой. Для меня это один из вообще символов семейных застолий. Сейчас в магазинах на прилавках стоит несколько ее отечественных аналогов. Но и из соседних стран может быть что-то привозят, но не так много. В общем, праздник к нам не очень-то приходит. Ну и самая, пожалуй, для меня личная, да и для многих тоже печальная часть этого праздника. Если, конечно, все-таки удастся урвать импортный коньяк, затянуть пояса, наскрести еще и на баночку икры, то ощущение праздника все еще не гарантировано. Ведь Новый год – это семейный праздник. И главное – это люди, которые нас окружают. Но вот далеко не факт, что 23-й год получится встретить в той же компании, что и 22-й. Лично у меня уже нет. Кто-то побежал из страны и пока не может вернуться. С кем-то пришлось разорвать связи, потому что начали настолько сильно расходиться политические взгляды. А кого-то вообще уволокли на фронт. И в лучшем случае просто не пускают домой. В худшем. Возможно, вы сами встречаете Новый год за рубежом. Далее от родственников и друзей. С ностальгией вспоминаете 31 декабря 2021-го. Вот такое вот сравнение декабря 2021-го и 2022-го года. Явно не в пользу последнего. Желания, вообще-то, должны сбываться. И в том числе задача государства сделать так, чтобы желания его граждан можно было осуществить. Российское же государство уже долгое время занимается ровно противоположным. Буквально вставляет палки своим гражданам в колеса. И как будто намеренно с каждым годом только усложняет нам с вами жизнь. Делает ее менее комфортной. А самих людей делает беднее и несчастнее. И этого даже никто и не пытается скрыть. В приоритете у нас противостояние с НАТО, борьба с умышленными нацистами, удержание власти. Но никто не беспокоится о том, как живут сами россияне. Счастливы ли они? Довольны своей жизнью? Уверены ли они в своем будущем? Эти вопросы государство не интересует. Но вообще-то, по-хорошему, задача государства, настоящего демократического государства, с работающими институтами и с меняемостью власти, это делает так, чтобы его граждане имели все возможности осуществлять свои мечты, а не ломать их. Чтобы граждане страны могли работать на любимой и высокооплачиваемой работе, реализовываться в жизни, жить в хороших домах, покупать то, что они хотят, заводить семьи, путешествовать, заниматься любимым делом, жить в безопасности и не гадать, что может принести завтрашний день. И чтобы их желания на будущий год были оптимистичнее, чем год без мировой войны. Но знаете, мечты на то и мечты, чтобы они сбывались. Для нас, правда, сейчас их осуществление стало задачей, мягко говоря, со звездочкой. Но это ведь совсем не значит, что они невыполнимы. Да, нам надо будет много работать. Сохранить себя, своих близких. Выжить и пережить эти темные времена. Оставаться включенными в политику. Не разочароваться. Говорить с близкими, знакомыми. Перебеждать тех, кто пока вклинув пропаганды. Но это ведь и есть хорошая новость. Нам есть чем заниматься. Есть к чему стремиться. Видео, конечно, получилось грустным. Но ведь заметьте, всего-то год назад наша с вами жизнь была совсем другой. Это значит, что изменить ее в обратную сторону можно будет довольно быстро. И история знает кучу примеров. Когда народы справлялись со своими правителями, войны заканчивались и жизнь налаживалась. Да, нам действительно не повезло, что мы столкнулись с самой ужасной катастрофой. Но мы найдем в себе силы ее пережить. Мы будем заниматься своей страной. Россия будет свободной, а мы будем счастливыми. С наступающим вас! Пусть ваши мечты обязательно сбудутся. Субтитры создавал DimaTorzok